Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы заканчиваем изучение Евангелия от Марка по тексту Астровской Библии 1581 года. И сегодня мы читаем последнюю, 16 главу. «И минувшие субботи Мария и Магдалины, и Мария, и Яковля, и Соломи, купившие ароматы, да пришедшие, помажут Иисуса». Так как они это не смогли сделать в пятницу, потому что наступала суббота, теперь они спешат по окончании субботнего покоя совершить все необходимое. «И зело за утро воедину от суббот, то есть в день после субботы, придоши на гроб воссиявшу солнцу и глаголуху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба». Вот женщины ведут себя не так рассудочно, как мужчины. Мужчины бы не пошли бы туда, потому что как можно отвалить камень? Ну, мужчины бы справились, там, 11 апостолов, но там печать архиерейская, там охрана стоит, их бы прогнали. А женщины не думают, они просто идут, потому что любовь их влекет ко Христу, и они станут первыми свидетелями воскресения Христова. Но их тоже беспокоят вопросы. «Кто отвалит нам камень от двери гроба, и возревше, видеше, як отвален бе камень?» «Отвален, никакой стражи нет. Бебо вели зело», то есть женщины бы не справились с этим камнем. «И влезше во гроб, видеше юношу, сидяще в десных», то есть справа от гроба, «одеян в одежду белу и ужасовшеся», то есть очень яркая была одежда, это ангел, «он же глаголы им не ужасайтесь», но кто-то спросит, а почему ангел обязательно юноша? Или там вот херувимов изображают такими младенчиками с крыльями. Дело в том, что еврейское слово «круф», «херувим», оно созвучно арамейскому «круфья», а «круфья» переводится как «дети», и вот ангелы действительно как дети, то есть дети или юноши самого раннего периода юности, то есть как подростки. Поэтому, когда Христос говорит «будьте как дети», на самом деле это можно перевести к «круфья», «будьте как ангелы», потому что ангелы имеют такое же простое восприятие жизни, как и дети. Дети всегда верят в то, что говорят им родители, ангелы всегда с абсолютным доверием выполняют поручения Бога, каждый ангел и есть поручение от Бога, некое поручение. Поэтому для каждого поручения Бог посылает нового ангела, они так стремительно исполняют его волю. «Он же глаголы им не ужасайтесь, Иисуса ищите Назаренина, пропятого, восстань нести зде, сэместа и деже положиши его, но идите рците учеником его», то есть пойдите им скажите, «и Петрови», то есть и раньше Петра, они посвящены в чудо воскресения, «яко варяет вы в Галилее», то есть чтобы они знали, что Христос предваряет их в Галилее, «там вы его видите, як уже речеба, исшедше, бежаше от гроба, имяше же их трепет», то есть трепет завладел ими, «и ужас, и никому же не чесовше реша бояху бося», что это было очень невероятно даже для них, «воскрес же Иисус за утро, в первую субботу», не в субботу, в первый день после субботы, это как раз первый день недели в еврейском календаре, а в христианском это седьмой день недели или день воскресный, «явися прежде Марии Магдалине, из нее же изгна седьмь бесов, она же шедшая, возвести с ним бывшим, плачущимся и рыдающим». Из Марии Магдалины изгоняются семь бесов, семь смертных грехов, то есть не было греха, которого бы Мария Магдалина не совершила. «И они, слышавши, якожи въезд», то есть до этой вести апостолы плакали и рыдали, «и виден бысь от нея, я же веры», женщины не просто им говорили, что он воскрес, они показывали веру, «по сих же двумя от ним грядущим явися иним образом». Это Луция и Клеопия, двумя от первых христиан, на пути в Ямаус тоже явился Христос. Об этом более подробно описывает евангелист Лука. «Идущима на село, и та шедша возвестисся прочим, и не тема веры яша». Все равно как-то не верится. «Последи же возлежащим им, единому на десятие вися». Им как бы последним является Христос, возлежащим с ним, то есть они были на тайной вечере. «И поноси неверствею их и жестокосердию, яко видевшим его восставша неяша веры». То есть Христос обличил их в неверии, в жестокосердии, и в том, что они не верили женщинам, которые им говорили. Когда женщины прибежали в Сеонскую горницу, они кричали «Христос воскресе!» По-ебрейски это, наверное, будет «Христос воскресе!» «Мешьях куми!» И вместо того, чтобы на эти слова воскликнуть «Амэйн куми!» То есть «воистину воскресе!» Апостолы молчали. «И речей им, шедши в мир весь!» И все-таки Господь посылает их. Теперь они посвящены в тайну воскресения, а они могут благословить эту тайну всей вселенной. «И речей им, шедши в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, иже веру иметь и креститься спасен будет, а иже не иметь веру осужден будет, знамени же веровавшим сия последуют. Именем моим бесы ижденут, языки возглаголют новые». Христос говорит, что их проповедь будет сопровождать знамением. Именем Христа будут бесов изгонять. «Языки возглаголют новые», то есть не обучаясь языкам, будут говорить на языках. «Змеи возмут» – змеи – это дьявол, то есть они будут ограничивать зло в этом мире силой своей святости. «Аши, что смертные испьют, не вредит их». Здесь имеется в виду, если даже вот на исповеди, например, они будут как бы слышать эти слова, как будто пить какую-то горечь, но это им не повредит. Они сами будут бесчувственными для греха. «Не вредит их». «На недужные руки возложат, на больных руки возложат, и здраве будут Господь же уба, по глаголу не его к ним, вознесешься на небо и сидя одесную Бога». После наставления апостолов Христос возносится на небо, теперь его миссию на земле будут продолжать они. Как он и говорит в Евангелии Атаана, «Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». «Вознесся на небо в человеческом теле, ибо Божество вездесущее, оно никуда не перемещается, ниоткуда не удаляется, никуда не приходит. Но вознесение в человеческом теле обеспечивает для нас свободный вход в небеса в день мытарств. Он как бы разрывает это пространство от бесов-мытников. «И сидя одесную Бога», то есть с этого момента он будет одесной Бога Отца. В понимании иудеев того времени, справа от каждого человека, справа от каждого человека, это ангел-хранитель, который заступается за человека. А слева от каждого человека — это ангел-обвинитель, собственно говоря, бес, который обвиняет человека. Христос садится одесной Бога Отца, как тот, кто оправдывает человека и все человечество в глазах Бога. Ведь с этого момента, как он вознесся на небо и воссел одесной Бога Отца, Бог Отец смотрит на этот мир через раны своего Сына и видит нас оправданными. Как и сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Они же ишедшие, проповедовавшие всюду Господу поспешивствующую и словоутверждающую последствующими знамениями. Аминь. Итак, сегодня мы окончили изучение Евангелия от Марка по тексту Астровской Библии 1581 года. Если вы хотите узнать, какой новый цикл в ближайшее время мы будем изучать, подписывайтесь на портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать сообщения о тех новых циклах библейских, к изучению которых мы приступаем. Спасибо всех, Христос!